Между тем, поликлиники и столицы осваивают электронный документооборот. По словам медиков, сейчас у них уходит всего 5 минут на изучение истории заболеваний пациента, который, в свою очередь, может записаться на прием через мобильное приложение. С преимуществами новой системы познакомилась Камила Тастанбекова. В этой поликлинике Астаны бумажные амбулаторные карты уже прошлое. Взамен появился электронный паспорт здоровья. С досье на каждого пациента терапевт Камшаткин-Жигулова может ознакомиться за считанные минуты, изучить историю лечения, результаты анализов и не только. Я могу посмотреть здесь и лабораторные данные, и инструментальные данные, и заключение врачей. Пациент может видеть, когда он записался на прием, к какому врачу, какое время, и все свои исследования может посмотреть. Выписаны рецепты, бесплатные рецепты, если он на учете состоит. Все, что для этого нужно доктору, ввести в личном кабинете и ин-пациента. А он может использовать мобильное приложение. По-новому здесь в пилотном режиме работают уже почти год. Больше не нужно беспокоиться о том, что данные где-то могут потеряться, либо может потеряться амбулаторная карта, как это часто бывает. Не нужно тратить время на поиски ее в регистратуре или в картотеке. То есть можно тут же обратиться к врачу, и врач всю информацию о нем увидит. Несмотря на цифровизацию процессов, регистратура продолжает работать. Многие пациенты еще не привыкли к нововведению. Гульмира Нурпиисова начала пользоваться электронной системой три месяца назад и уже успела оценить преимущества. Я могу сама, сидя с дома, записаться на прием, потому что мне не нужно сидеть, обрывать телефоны, дозваниваться в регистратуру или приходить сюда, для того, чтобы просто записаться на прием. Я открываю приложение, также набиваю свой ИИН, я просто выбираю врача. В 2020 году больницы Казахстана должны полностью перейти на электронный формат оказания услуг. Камила Тастамбекова, Аманжол Байгазин, Хабар.